Добрый вечер, уважаемые телезрители! Это телекомпания Обнинск ТВ, программа «Власть» и я, ее ведущая, Марина Ямкина. 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Поэтому сегодня в нашей студии гость, врач-инфекционист клинической больницы номер 8 ФМБ России Васильева Ирина Николаевна. Ирина Николаевна, здравствуйте! Здравствуйте, Марина! Здравствуйте, уважаемые жители Наукограда! Ощущаете ли вы риск распространения ВИЧ-инфекции в Калужской области? Так сегодня звучит наш интерактивный опрос. Уважаемые телезрители, я вас призываю принять участие в опросе. Также каждый желающий может принять участие в нашей беседе. Сегодня у нас прямой эфир. Номер телефона нашей студии – 3944-332. Задать свои вопросы можете в прямом эфире. Также можете оставить свой вопрос на нашем сайте www.obninsktv.ru. В правом верхнем углу вы найдете зеленую кнопку «Задать вопрос гостю». Пока мы ждем первых вопросов. Ирина Николаевна, я задам вам первый вопрос. Расскажите про ВИЧ-инфекцию, как она влияет на здоровье человека. ВИЧ-инфекция – это аббревиатура. То есть это заболевание, которое вызывается вирусом иммунодефицита человека. Попав в организм человека, вирус постепенно разрушает иммунную систему. И нужно сказать, что основная цель иммунной системы – это защита организма от воздействия внешних следов. По мере ее разрушения у человека появляются такие симптомы или синдромы, как аутоиммунный синдром, инфекционный синдром, когда он начинает чаще болеть, синдром аллергический, когда появляются такие заболевания, которых вроде бы раньше не было. То есть полинозы, бронхиальная астма. И самое страшное, с чем мы встречаемся – это онкологический синдром. То есть на фоне разрушенной иммунной системы у человека появляются онкологические заболевания. То есть вот в чем проблема. И когда очень часто мы слышим, что я чувствую себя хорошо, ВИЧ-инфекции нет, клиники ВИЧ-инфекции нет. Да, действительно, клиники ВИЧ-инфекции нет. Она маскируется под те заболевания, которые возникают на фоне разрушенного иммунодефицита. И в этом проблема. То есть заболел человек гриппом, мы видим высокая температура, насморк, кашель. Заболел человек ВИЧ-инфекцией, он этого не почувствует. Это можно узнать только пройдя диагностическое обследование. То есть симптомов на первых порах нет? Они есть, но они настолько незначительные, что, как правило, люди не обращаются за медицинской помощью. То есть это может быть тот же гриппоподобный синдром. Это могут быть какие-то высыпания на кожных покровах. Как правило, через несколько дней все это проходит самостоятельно. И поэтому люди не обращаются за медицинской помощью и не знают о своем заболевании. Вот почему мы все время говорим об этом заболевании. И говорим о вирусе как о коварном вирусе. Потому что он не имеет своего лица. Ирина Николаевна, расскажите об эпидемиологической ситуации в России. Ну, наверное, уже так много информации об эпидемиологической ситуации в России, что не хотелось бы загружать цифрами, скажу только, что ситуация сейчас критическая. И уже на 1 января 2016 года было зарегистрировано более 1 миллиона ВИЧ-инфицированных. Соответственно, растет и смертность. Потому что, как я сказала раньше, люди не знают о своем заболевании. Когда обращаются, бывает иногда настолько поздно, что мы, медицинские работники, уже не успеваем помочь в этой ситуации. Но не все так грустно. Благодаря тому, что сейчас широко используются антиретровирусные препараты, то есть лечение достаточно эффективное, мы получили в 2015 году снижение риска инфицирования детей. То есть 98% детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных мам, у нас здоровы. Это хороший результат. Это, в общем-то, европейский результат. По сути дела, мы идем, наша страна на уровне европейских стандартов, мировых стандартов в плане борьбы с ВИЧ-инфекцией. Особенностью на текущий момент является то, что больше поражается население возрастное. Мы стали чаще регистрировать ВИЧ-инфекцию среди людей у 30, 40 и старше. Но, как правило, это лица, заразившиеся в молодости. И только сейчас, когда у них появляются проблемы со здоровьем, они обращаются в медицинские учреждения, у них выявляется это заболевание. То есть особенности – это постарение. Особенность – это то, что более агрессивным стал вирус. И если раньше люди без ВИЧ-инфекции, то есть без лечения, могли жить 10, 11, 12 лет, то те, кто заразились в последние 3-5 лет, проходят достаточно короткий срок, 5-7 лет, им уже нужна терапия. То есть настолько вирус стал агрессивным. То есть мы говорим сейчас о том, что вирус мутировал. Совершенно верно. То есть вирус мутировал и изменил свои свойства. То есть он тоже приспосабливается ко внешней среде. Ему тоже хочется выжить. Ирина Николаевна, я не случайно сегодня пригласила вас в студию, поскольку месяц назад в средствах массовой информации прошла информация о напряженной ситуации ВИЧ-инфекции в Свердловской области, а особенно в Екатеринбурге. Давайте поговорим об этом. Давайте. Но представьте нашим телезрителям, каковы цифры вообще по зараженности? По зараженности в Свердловской области? Да. И почему сейчас врачи говорят об эпидемии? В Свердловской области по статистике там больше 29 тысяч человек инфицированы вирусом иммунодефицита человека. И опять-таки, как они рассчитали, то есть у них получается каждый 50-й, по-моему, житель, я боюсь сейчас обмануть, инфицирован этим вирусом. И здесь хотелось бы отметить, что вообще у нас заболеваемость, любая заболеваемость, и в первую очередь инфекционная, регистрируется двумя путями. Это по обращаемости, когда у человека возникли проблемы со здоровьем, и он обращается в лечебное учреждение. И заболеваемость у нас по выявляемости регистрируется. Ну, примером могут служить профилактические осмотры, прохождение флюорографического обследования, то есть когда человек здоров, но он хочет с целью профилактики пройти флюорографическое обследование. Вот то же самое, значит, благодаря работе эпидемиологической службы Свердловской области, они провели расширенный скрининг, они выезжали на предприятия, тестировали работников предприятий прямо на рабочем месте, чтобы люди не теряли время посещая поликлиники. И благодаря этому повысилась выявляемость. То есть когда мы говорим, например, о Калужской области, о городе Обнинске, у нас все-таки идет регистрация по обращаемости. Появились у человека проблемы, пришел, сдал кровь. Но за этот год я могу сказать, чтобы просто пришли люди и сказали, я могу обследоваться на ВИЧ, кстати, активность повысилась. Я хочу сказать, что активность повысилась. Но все равно это где-то не больше 25-30 человек за год обращаются с вопросом, что я хочу пройти тестирование на ВИЧ. Добровольно. Не то, что добровольно, а по своей инициативе. Тестирование у нас все добровольное. У нас обязательное тестирование по законодательству, обязательному обследованию на ВИЧ подлежат только военнослужащие, работники силовых структур, медицинские работники, доноры и мигранты. Все остальные у нас обследуются добровольно. Ирина Николаевна, а скажите, как информацию о ВИЧ-инфекции по Калужской области? У нас в этом плане все благополучно? На фоне Российской Федерации у нас относительно благополучно. То есть, если, ну опять-таки, это по Калужской области. А вот город Обнинск у нас выделяется. Обнинск и близлежащие районы, такие как Жуковский район и Боровский. У нас по Калужской области самая высокая пораженность. И вот здесь мы соответствуем российским показателям. По России, скажем так, на первом месте у нас идет Иркутская, Свердловская, Сибирские регионы, Самарская область. И мы как-то на уровне Российской Федерации, что не очень хорошо. В общей сложности по Калужской области было зарегистрировано на 11 ноября 2796 ВИЧ-инфицированных жителей Калужской области. В эту статистику не идут, скажем так, иногородние, которые приезжают здесь, живут, но зарегистрированные, например, в Москве, Тульской или Брянской области. В эту статистику не входят жители ближайшего зарубежья. То есть СНГ, Украина, Таджикистан, Узбекистан и так далее. То есть на самом деле количество ВИЧ-инфицированных у нас не намного, ну не намного больше, но в общем-то больше. Особенность, наверное, в Калужской области, да нет, это не особенность, такая же, как и в общем-то по России. У нас сейчас регистрируется больше заболеваемость в возрастных структурах старше 30. Отрадно то, что у нас за последние три года не было выявлено случаев ВИЧ-инфекции среди подростков. И здесь хочется отметить большую работу образования, систему работников образования, потому что в школах эта работа поставлена на достаточном уровне. Вопросы профилактики обсуждаются со всеми старшеклассниками. У нас нет случаев ВИЧ-инфицирования среди учащихся средних специальных училищ. И вот, то есть профилактическая работа, которая проводится в системе образования, она дала свои результаты. А вот люди более старших возрастов, которые не были охвачены этой профилактической работой в силу своей занятости на производстве, очень много у нас индивидуальных сейчас предпринимателей, до которых мы не имеем доступа, вот медицинская структура. Эти люди, у них и с предосмотрами-то не всегда очень хорошо, частные предприниматели. И, соответственно, информационная вот эта работа, профилактическая работа в этих группах тоже затруднена. Ирина Николаевна, каковы группы риска по заболеваемости? Ну вот, когда мы говорим о группах риска, мы всегда рискуем опять вернуться в начало эпидемии. Этот термин был введен вот, когда только эпидемия ВИЧ-инфекции стала регистрироваться у нас в России, и были выделены группы риска. Это работники коммерческого секса, мужчины, практикующие секс с мужчинами, и наркопотребители. И вот этот вот ярлык, вот этот стереотип, который образовался в обществе, на самом деле он сейчас очень сильно мешает работе, потому что люди боятся раскрыть свой статус. По законодательству мы не имеем права разглашать диагнозы, любые диагнозы, в том числе и диагноз ВИЧ-инфекции. И у нас есть семьи, где живут, скажем так, дискордантные пары, где один ВИЧ-инфицированный из супругов, второй здоров, и при этом они не говорят, то есть супруги не знают даже кто, что вот вторая половина является носителем, это не носителем, а болеет, имеет вирус иммунодефицита человека. Потому что вот этот вот стереотип, если у тебя ВИЧ-инфекция, значит ты из группы риска. Поэтому не хотелось бы мне так вот говорить сейчас о группах риска. Любой человек, скажем так, допускающий какой-то адъюльтер, может попасть вот в эту группу. То есть это не обязательно наркоман, наркоман, это не обязательно, скажем так, практикующий, мужчин, практикующий секс с мужчинами или работники коммерческого секса. Нет, к сожалению, сейчас ВИЧ-инфекция вышла в социальные, в широкие социальные слои. Среди наших пациентов есть и учителя, и медицинские работники, и робизнесмены. То есть это не группа риска. Это далеко не группа риска. Ирина Николаевна, я бы хотела с вами поговорить о лечении ВИЧ-инфекции. Ведь, насколько я знаю, ВИЧ-инфекция уже давно перестала быть, скажем так, приговором. Вы абсолютно правы. Лечение сейчас весьма эффективное. И эта проблема мировая, и вот у медицины нет. Вот здесь вот политика совершенно, скажем так, на задний план уходит. Потому что эта проблема мировая, и все мировое сообщество, решая, ищет какую-то панацею, какой-то способ борьбы с инфекцией, с распространением этой инфекции. И у нас вот российские наши стандарты нисколько не отличаются от стандартов европейских или американских. Здесь вот мы постоянно обмениваемся информацией. И сейчас, как только новый появляется новый препарат, он тут же появляет, ну спустя какое-то время он появляется уже и в нашей стране, новые эффективные препараты. И мы действительно уже не говорим о чуме XX века. Сейчас, буквально, если человек начинает принимать антиретровирусную терапию, то уже через 3-6 месяцев вирус в крови не обнаруживается. И как только мы прекращаем репликацию вируса, происходит восстановление иммунной системы. А как быстро произойдет восстановление иммунной системы, это будет зависеть от того, когда была выявлена ВИЧ-инфекция и когда человек к нам обратился. Потому что, опять повторюсь, из-за тех ярлыков, которые существовали раньше, которые сейчас иногда можно прочитать, да, про группы риска, из-за тех ярлыков люди боятся раскрыть свой статус. Люди не хотят посещать поликлиники, потому что, в частности, город Обниск, он маленький, он небольшой, люди боятся ходить, чтобы их увидели, чтобы их узнали. А когда лечение начато вовремя, то иммунная система восстанавливается, и, в общем-то, человек живет долго ту биологическую жизнь, которая ему отмерена свыше. При условии? При условии приема антиретровирусных препаратов. Ирина Николаевна, куда можно обратиться жителю Калужской области для того, чтобы профилактировать данное заболевание? А для того, чтобы профилактировать данное заболевание, обращаться никуда не надо, потому что пути передачи у этого заболевания, у взрослого человека, только два. Это парентеральный путь, поскольку ВИЧ-инфекция является гемоконтактным, то есть она передается через кровь, и это половой путь. И опять-таки, возвращаясь к статистике, за последние годы у нас превалирующим является половой путь. Поэтому профилактика — это верность супругу, это использование средств защиты при случайных половых контактах. Ну и, естественно, это ни в коем случае не употребляет наркотические вещества внутриверные. В последнее время как бы хотелось обратить внимание всё-таки вот ещё для молодёжи пирсинг и татуировки. Если всё-таки есть необходимость провести для себя, украсить как-то своё тело, всё-таки лучше это делать в хороших салонах, а не где-то там у друзей на квартире, или в небольших забегаловках, как я говорю, в подворотниях. Вот это вот профилактика всё. Другого ничего не надо. Я бы хотела поговорить о ярлыках. Всё-таки вы этим давно занимаетесь. Изменилось ли как-то с годами отношение общества к данному заболеванию? Как общество реагирует, например, там 10 лет назад и сейчас? Ну, 10 лет назад, понятно, как реагировали. Чума 20 века. И если вдруг где-то просачивалась информация, что человек ВИЧ-инфицированный, фуки не подавали, значит, на рабочем месте изолировали, то есть создавали такие условия, что человек просто был вынужден уволиться. Сейчас более толерантно. И вот опять-таки, обращаясь к интернету, в том же самом Свердловске был проведен опрос жителей. 56% написали, что они, в общем-то, не против, чтобы в коллективе работал рядом с ними ВИЧ-инфицированный. Всё-таки понимание общества приходит к данной проблеме? Приходит, но это только 56%. А остальные относятся всё-таки негативно. То есть 50 на 50, примерно. Примерно так. То есть примерно так. Давайте поговорим про социализацию больных. Проводится ли она вообще, в принципе? Конечно, да. Когда мы с вами в последнее время говорим о ВИЧ-инфекции, почему-то мы всегда говорим о цифрах. Сколько выявлено, сколько умерло, сколько лечится, сколько не лечится. А на самом деле каждый диагноз ВИЧ-инфекции – это трагедия и для самого человека, и для членов его семьи. И я не знаю, наверное, практически каждый раз, когда я говорю человеку, что у него выявлено это заболевание, я вижу, либо это поток слёз, если передо мной женщина, либо это скупая мужская слеза, если это передо мной мужчина. Но это всегда трагедия. И вот опять-таки по существующим нормативным документам, помощи ВИЧ-инфицированным, у нас оказывается в специализированных учреждениях, такими, которые являются центры борьбы со СПИДом. Они у нас созданы в каждом регионе, в том числе и в Калужском центре. И в Калужском центре есть и психолог, и юрист, и социальный работник. И поэтому любой житель Калужской области, если он, если у него есть такая необходимость, он может обратиться в Центр борьбы со СПИДом, это Степана Разина, один в городе Калуге, где ему грамотно, на хорошем уровне ответят на все вопросы и помогут в решении возникших социальных проблем. Нашим телезрителям я напомню, что сегодня на студии Ирина Николаевна Васильева, врач-инфекционист клинической больницы номер 8 ФМБА России. Ирина Николаевна, у нас есть звонок от телезрителя. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит жительница города Лобнинска, меня зовут Наталья. Наталья, здравствуйте, задавайте свой вопрос. Я хотела бы задать вопрос. Если человек посещает частные клиники, которых у нас сейчас много в Лобнинске, сдаёт кровь или посещает зубного врача, вот вероятность заразиться личной инфекцией какова? У нас во всех лечебных учреждениях, и в том числе в частных, используются везде одноразовые инструментарии. Поэтому в лечебных учреждениях у нас заразиться невозможно. Ирина Николаевна, спасибо за ответ. Нашим телезрителям я напомню, что сейчас у нас прямой эфир. Номер телефона нашей студии 3944332. Задавайте свои вопросы. Также вы можете воспользоваться интернет-коммуникациями. www.obninsk.tv.ru В правом верхнем углу вы найдёте зелёную кнопку задать вопрос гостю. Ирина Николаевна, какую помощь сейчас получают ВИЧ-инфицированные, и получают ли они её по полису ОМС? Вопрос интересный. Какую помощь? Что имеете в виду? Медицинскую помощь? Да, медицинскую помощь. ВИЧ-инфицированные пациенты наравне с любыми, то есть помощь, которая оказывается ВИЧ-инфицированным пациентом, она ничем не отличается от помощи, которую получают все граждане Калужской области. То есть человек может обратиться к кардиологу, гастроэнтерологу, не говоря уже о терапевту, и помощь будет оказана в полном объёме. Что касается специальной помощи, в частности, специального обследования и лечения по ВИЧ-инфекции, то это всё проводится бесплатно и финансируется из федерального бюджета. Потому что на лечение одного пациента нужно от 15 до 30 тысяч в месяц. То есть ни один полис ОМС, ни своих финансовых средств, тем более, не хватит для того, чтобы провести все необходимые диагностические процедуры и купить лекарственные препараты. То есть государство... Государство полностью берёт это на себя. Не бросает таких пациентов? Ну, ни в коем случае. Ирина Николаевна, давайте обратимся к нашему интерактивному опросу и посмотрим, как же ответили наши телезрители. Ощущаете ли вы риск распространения ВИЧ-инфекции в Калужской области? 51 человек ответили, что да, ощущают. И 88 говорят, что нет. Как сумма получается? 51 плюс 88, это всё равно больше 100%. У нас не в процентном соотношении, 51 человек. И тогда, и 88. Ну, к сожалению, я должна сказать, что тогда эти люди, ну, наверное, недостаточно знают о вопросах распространения ВИЧ-инфекции, если они настолько спокойны. То есть вы говорите, что всё-таки риск есть, и нам есть чего опасаться? Риск есть. Я начала с того, что у нас за прошлый год было выявлено 27 человек ВИЧ-инфицированных, а за 11 месяцев этого года уже выявлено 43 человека. То есть с 2015 года на 26%? Инфекция распространяется, и тому способствуют внешние и внутренние мигранты. От этого мы никуда не уйдём. Но я думаю, что те 88 человек, с другой стороны, те 88 человек, которые сказали нет, они имели в виду себя, потому что они ни при каких условиях не будут использовать наркотические вещества, они и члены их семей, и они хранят верность своей второй половине. Это хорошо. Это замечательно. Ирина Николаевна, у нас остаётся пара минут. Может быть, у вас есть какие-то пожелания нашим телезрителям в конце программы? Пожелание только одно – беречь себя, беречь своих близких, помня о путях передачи, не допускать ситуации, при которых возможно заражение. Спасибо большое. Это была телекомпания «Огненск ТВ», программа «Власть» и я, и ведущая Марина Янкина. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин